И смута таким образом, друзья мои, у нас продолжалась с 1605 по 1612. Столько дат в голове удержать может не каждый, но кому как не учителю истории детально знать о прошлом. А еще нужна как минимум харизма, чтобы и к детям подход найти, и жюри удивить, говорит участница краевого конкурса «Учитель года Алтая» Елена Гринина. Так, в отдельной номинации педагогический дебют для молодых учителей со стажем не более трех лет историк 126-й школы Барнаула и одержала победу. Конкурс включал в себя несколько этапов. Это был открытый урок. Вся прелесть этого испытания в том, что ты ведешь урок на детях, которых ты видишь за три минуты до начала урока. То есть это абсолютно незнакомый класс, ты не знаешь, как они отреагируют, но плюс, конечно, в том, что ты знаешь заранее тему и ты можешь подготовиться. Поэтому в целом это такой очень тревожный опыт. Зато свои ученики из 126-й школы молодую учительницу истории, как и ее уроки с многочисленными датами и событиями, полюбили. За почти три года работы Елена Евгеньевна зарекомендовала себя и хорошим сотрудникам. На самом деле мы пришли вместе с ней и попали в новый коллектив, и я сразу поняла, что Елена Евгеньевна активный педагог. Она сразу, как, знаете, море, такая эмоция, большая волна нахлынула на всех, на нас. И вот даже, мне кажется, изменила в некотором смысле и меня, потому что я пришла немножко с таким опасением, и она дала мне уверенность, поддержку, несмотря на то, что она молодой педагог, а не я. То, как учитель любит свое дело, заметно в манере общаться с учениками, а их Елена Евгеньевна называет друзьями, но держится при этом строго. Именно такой образ педагога, Делеца, сложился у нее под влиянием своего учителя истории еще в детстве. Отчасти тогда же девушка намотала на уз правила – всегда добиваться новых высот. Еще одну, кстати, ей предстоит взять уже на всероссийском этапе конкурса педагогический дебют этой осенью. Анна Рашигирова, Дмитрий Денисов. День с толком.